Речь Владимира Путина о выступлении на Валдайском клубе в Сочи. Почему в Сочи? Потому что, очевидно, Путин сейчас в своей резиденции, в Бочаровом ручье. Речь и ответы на вопросы были от иностранных журналистов, хотя, наверное, какая-то часть вопросов явно согласована, была с пресс-службой, с Песковым, но неважно. Иностранцы так задают вопросы, очень долго говорят всегда, но там трудно, у нас все по регламенту, а с иностранцами сложнее. Даже с теми, кто держится за пребывание в России и не хочет ни с кем ссориться, все равно вопросы выходят за рамки согласованных. Но Путин это знал, Путин к этому был готов, Путин хотел объясниться, Путин действительно хотел сказать о многом. И Песков поторопился, объявил, что это все будет иметь речь, Путин историческое значение, но это в данном случае к делу не относится. То, что сказал Путин, это очень серьезно, это ожидаемо во многом, его позиция не изменилась, она никогда не изменится. В деталях, конечно, а по сути нет, национальные интересы России это главное. Что сегодня произошло? И, кстати, какова была реакция Владимира Путина на уже вторично заданный вопрос об аресте Кагарлицкого? Первым был, напомню, журналист Андрей Колесников. Это не было согласовано с Владимиром Путиным. Кстати, после этого вопроса как-то про новый арест, слава богу, ничего не слышно. По всем этим огромное количество статей, по которым сегодня можно за любой пост, как за убийство, многое останавливается. Но то, что сегодня произошло с вопросом о Кагарлицком, несогласованном, то, что сегодня Путин сказал о причинах гибели Пригожина, намекнул на, так сказать, в каком направлении движется расследование, но самое главное, все то, что сказал Путин о конфликте с Украиной, который не имеет территориального значения, это все в высшей степени серьезно, и это наше будущее. Нам с этим жить. Готовы мы к этому, не готовы, хотим, не хотим. Нам жить именно с такой вот государственной позиции, которую от имени Российской Федерации предъявил сегодня всему миру президент нашей страны. Я, как только еще и шла дискуссия, и вопросы задавались, я стал получать от разных телеграм-каналов и вопросы, и даже поздравления, потому что что-то многие мои коллеги увидели в том, о чем говорит Путин, материалы, исповедь Василя Кука, генерала Харунжи Василья Кук. Напомню, я километрами записывал генерала Кука. Так получилось, что за все последние годы ему хотелось, почему-то хотелось говорить именно со мной, но началось это не просто наше знакомство. Василь Кук правая рука Бендера, и когда Василь Кук рассказал, как они с Шухевичем формировали Галичину, и это интервью я представил на телеграм-канале не так давно, две недели назад, неделю может быть назад, как раз когда готовился полгодайская речь президента, такое совпадение. А еще раньше, естественно, это все было представлено в моменте истины, Путин смотрел этот момент истины, это я знаю. Потому что он был запрещен, программа была запрещена, чуть ли не указан президентом на Украине, исповедь Василя Кука, как фашисты Гиммлер готовил их всех, их дивизии, их отряды к борьбе с советской властью, с советской армией, с советами. Независимость Украины, да ради богу, да вам же мешает советская армия, вот будете ее убивать. То есть будете делать так, как делал Гитлер, как делаем мы, это была позиция Гиммлера. И об этом говорил генерал Василий Кук, и сегодня эта тема была в связи с скандалом, который случился, идиотским скандалом, конечно, идиотским, абсолютно, в парламенте Канады. Путин действительно смотрел эту программу, как и передачу, другой момент истины, когда Горбачев, 91-й год весна, подарил Соединенным Штатам Америки морскую территорию Советского Союза, равную четырем Польше на Дальнем Востоке. Так называемая зона Шеваренадзе, прими Россия, прими Америка в подарок от России, от Советского Союза, нашу морскую территорию, где краб, рыба, несметные запасы, трубач, морская капуста, но самое главное, 16% всех планетарных запасов нефти и газа. Прими это все, Америка от нас, от Горбачева, в подарок. Этот подарок не был ратифицирован Верховным Советом СССР, и он делал со спиной Президентского Совета, даже не обсуждалось на Президентском Совете. Зона Шеваренадзе, так называемая. Эти программы Путин видел, кстати, мы еще вернемся к зоне Шеваренадзе, потому что этот подарок не был ратифицирован. Еще раз скажу, нашим Верховным Советом, значит, он не имеет юридической силы, однако уплыл океан в сторону Америки, только ты, Америка, умолял Горбачев, поддержи меня в борьбе с набирающим силу Ельцином. Этот момент истинно тоже произвел на Путин, знаю, что говорю, достаточно серьезные впечатления, но никакого отношения к Кейс-Караулова ни в этой части, ни в те документы, как я сказал, генерал армии Юрий Андропов, о причинах СВО, это все прямого отношения к тому, что сказал Путин. Да, косвенно, конечно, прямого отношения не имели, никаких цитат не было, хотя ссылки на исторические заявления были. Я оборвал коллег, это просто совпадения какие-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!